Дорога познавательная, тяжелая и для многих неизвестная. Вот, видно то, что пробка по тещиному языку, народ пересекает сплошную, пытаясь миновать ее. Смотрите, да, эскудик пересел сплошную, перекрыл всем движение, при этом сам создает пробку другим. Плюс в том, что мы двигаемся, самое главное не стоять. В вечернее время, скажем, движение замедляется практически в два, а то даже в три раза. Путешествие получается долгим и очень приятным. Вон, бабушка даже пошла напрямки. Представьте, как тяжело здесь раскрапываться. Нет ни перил, ни лестниц, просто веревка. С учетом того, что она шатается, можно легко упасть. Да, она с продуктами еще идет. Если еще выпадет снег, а он потом обледенеет, легко будет спуститься. Для школьников на портфель сесть и спуститься комфортно. Для бабушек тяжело. Самое интересное, мы сейчас спускаемся по дороге, которая рассчитана на движение одной машины. Благодаря мастерству владивостокских водителей, в принципе, надо спускаться не угоряли. А ты как водитель, как считаешь, проще иметь машину и самому добираться, либо на автобусе перетеляться? Именно вот что касается работа-дом, дом-работа. Если работа-дом, дом-работа, то, конечно, лучше на автобусе. В автобусе, пока ты едешь, думаешь уже о работе. Ты приходишь, как бы уже с новыми мыслями, как начать работу, что первым делом, что другим, как бы все остальное. Когда ты ешь за рулем, ты думаешь, как объехать пробку, как не спровоцировать ДТП, как лучше войти в поворот, здесь светофор, никого как объехать. Ситуация на дороге меняется каждую минуту, а в поворот даже каждую секунду. Здесь хаотичное движение, не видно, где у кого какая полоса, нету разметки. Сплошной, приживистый, где поворот. Машины заезжают, вылежают, как им удобно, как им нравится. Вот еще один, можно сказать, точно нарушитель. Сдает пробку движению стричную, мешает нам. У него уже видно, что правое крыло было мятое, и двери. Машина вся тонированная. Редиск, в общем. Да, это редиск. Вот опять так же он пытается выехать на стричную пассу. Видно сплошная, и вот он пересекает сплошную. Да, надо быть оптимистами, надеяться, что все-таки когда-нибудь эти пробки закончатся. Вот нехороший человек на грузовике припарковался на газон. У нас заключено парковаться на газоне. Так, и снова мы едем по Снеговой. Дорога асфальтированная, хоть и плохая, но она свободная. Мы сейчас попробуем тогда уже не через Китай город проехать, да? По главной улице, по Снеговой, подняться через Ерудневский мост, на выселковое. И по главной дороге выехать в район Столетия. Полицейские. С одной стороны, они приостанавливают движение, затрудняют. С другой стороны, они сделаны, чтобы не было здесь этих ночных годов. Когда асфальтированная дорога здесь была новая, ночные стритрейсеры, здесь устраивали гонку. И как бы был несчастный случай, сбил человека. К сожалению, с летальным исходом. Снеговой. Заезжаем на улицу Выселковая. Поднимаемся как раз туда, где заканчивается Рудневский мост. Преимущество этого варианта объезда заключается в том, что с улицы Днепровской вы сможете попасть в разные районы города. Спускаемся в перекрестку, регулируемую перекрестку со светофором, которая как бы делит в районы. Далее получается на улицу. Выходит на Русскую, на Бородинскую и на БАМ на улице Карбышева. Ну, сейчас попытаемся добраться в район Столетия. через БАМ. Там еще очень много улиц, развязок. Можно проехать на Молодежную и на другие улицы. Мы подъезжаем к развязке. Большая развязка дорог. Значит, прямо у нас дорога уходит на район БАМа. Вот. И можно по ней спуститься как раз на проспект Столетий, на центральную дорогу. Мы поедем налево по плохой дороге, чтобы выехать минуя БАМ сразу в район Столетия. Дорога удовлетворительная, как всегда. Крутовая. Наша родная Приморская. Вот. Здесь уже лучше. Уже не смогли, чтобы ходил. Ожидал худшего. Честно. Ну, мы, как видим, здесь по дороге не только машины ездят, но даже уже появились пешеходы. Мы просто опять куда-то туда. Один. Потому что ближайшая остановка тут минут сорок. Ну, что. Одно можно сказать, потому что мы здесь тоже не одни. Народ пытается объехать. Не только джипы и грузовики, но также есть и легковые машины. Так. Вот направо пошла машина. Это у нас дорога. Выходит в сторону района Столетия, на улице Ильичева. Буквально здесь порядка километров вниз спуск. Дорога относительно такая же грунтовая. Промежутки как бы с асфальтом. И выходит среди домов или что бы. По прямой как раз выходит уже на столетие. Мы же движемся прямо дальше. Выходим в район Молодежный. Район не сильно населен. Пробок особо как бы на спуске нет. В вечернее время на подъем есть. Как бы дорог возвращается. Ну вот так в течение рабочего дня можно спокойно не подниматься и спускаться. Машин мало. Тут в принципе можно дворами и на Ильичево выехать. Правильно? Да. Если там прямо поехать. Пешеходная тропа. Которую еле видно. А знака пешеходного перехода нет. В темное время очень тяжело для пешеходов. Пешеход всегда прав и пока живет. Спускаемся к перекрестку. С светофором на Сынскую Молодежную. Езда показала, что варианты объезда есть. Только дорожным службам придется приложить усилия, чтобы привести их в порядок. Но даже и они не решат всех проблем. Единственный вариант строить на месте старого моста новый. Необходимость в таком элементе инфраструктуры значительно выше, нежели в других. Будь то низководный мост или самый длинный в мире Вантовый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова